Приветствую вас. Вы знаете, я, если честно, не очень понял, на что ориентирован ваш вопрос. То есть, это вопрос, связанный с психологией или с эзотерикой? Если вы хотите, чтобы вам погадали и сказали, например, когда напишет девушка вам, то здесь я рекомендую обратиться всё же к эзотерикам. Они занимаются такими вещами. Вот. Если говорить о том, что происходит с точки зрения психологии, то А. Вы не уверены в себе. Б. Вы постоянно не выбираете девочку, с которой у вас не может быть отношений. Это первое. Второе. В общем, у меня с девочкой так и не дошло до отношений. А должно было? Что для вас есть отношения. То есть, как вы обграничиваете отсутствие отношений от наличия их. Суть в том, что она написала, что не отошла прошлых отношений. Ну, в общем-то, вполне логично. Вы так не считаете. Значит, потом я хотел встречи, она сказала, что не хочет говорить об этом. Не очень понятно. Вы хотели встречи, она сказала, что не хочет об этом говорить. О чём? О встрече с вами? Это вы сказали сразу после того, как она дала понять, что не готова к новым отношениям, Павел. И как вы думаете, это выглядит для неё? Ну, просто вот подумайте, как это выглядит для неё. Так, потом я хотел встречи. Зачем? Заметьте, вы говорите, хочу встречи. Вы не говорите, что хочу увидеться с ней, например. Вы не говорите, что, что, ну, побыть с ней. Вот. Всего этого вы не говорите. Вы говорите только о том, что хотели встречи. Но это ваше желание. Ваше желание. А как насчёт, собственно, девушки? Самой. Дальше. Так. Да, я запуталась. Просто дай мне время. Как вы отнеслись к этому? К тому, что она попросила у вас время. Вы пишите. У себя достаточно давно не виделись. Это сколько? Не переписываемся. Пять дней я её не пишу. По советам друзей она тоже не пишет. Что делать? Что делать, чтобы что? Ну, вот. Опять же, вопрос. К вам. У меня. Что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Если быть с ней, это одно. Для этого нужна одна модель поведения. Если вы хотите забыть, например, её или выстраивать более здоровые, более качественные отношения, это другое. Это работа с вами. Если вы хотите, как бы, значит, чтобы она вас не беспокоила, это третье. Вот. Что делать, чтобы что? Вы пишите. Значит. Забыть. Вот. Вы пишите. Забыть. Вы не сможете забыть. Вы сможете принять, сделать часть своей реальности, перестать сопротивляться. Вы сможете изменить свой взгляд на ситуацию. Вы сможете отделить свои негативные чувства и негативные реакции на, вот, то, что произошло от самой ситуации. Увидеть эмоциональные следы своих негативных реакций. Посмотреть, с чем они связаны. Разрешить те конфликты, от которых берёт начало ваша негативная реакция. И после этого более спокойно относиться к ситуации, которая происходит сейчас. Но забыть вы не сможете. А дальше. Или она всё же напишет на неделе. Ну, это вот, вообще, вопрос, ооо, не к психологам. Понимаете? Если хотите написать, написать сами, напишите. Если хотите написать, напишите. Вопрос в другом. Поето. А-а-а. Вопрос... А-а-а-а-м... Насчет. Немножечко... В ином. Вопрос в то, что вы хотите написать, девушка? Что вы можете написать, девушка? Что вы готовы ей дать, предложить? Вот это важно, знаете, вот это действительно важно. То есть, если хотите написать что-то, да, если хотите что-то написать, напишите, если хочется. Но вы, вы имеете в виду, что от того, что вы напишете, да, зависит ваше дальнейшее, ну, ваше дальнейшее отношение. Понимаете, какая история. Вот, вот это, это нужно учиться вам обязательно. Понимаете? На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.